А вот объявление от 11 февраля, уважаемые клиенты, в ближайшие пару дней мы проводим тестирование системы криптовывода. Раз в день открывается вывод для тысячи человек. По завершении периода теста система заработает на постоянной основе с уважением администрации. Вопрос. Кто-нибудь, у кого есть новые кабинеты, попал в число счастливчиков? Для кого открылся вывод? Попал в эту тысячу человек? Ну, может быть, если не вы лично попали, может быть, кого-то знаете, кто попал. Я слышал насчет того, что это для директоров сейчас. Только директора не знают, что в их сверху уровень. Даже третьего уровня, четвертого уровня не могут это сделать. Только для директора не знают, что в их сверху уровень. Ну, хорошо, если так. Опять же, смотрите, объявление вчерашнее, да, совсем свежее. 11 февраля. И сказано, в ближайшую пару дней мы проводим тестирование. Пара дней, это если мы от 11 февраля отсчитаем пару дней, это получается 13-е. Поэтому, как бы, может быть, это не, ну, открывается вывод на тысячу человек не сегодня 12-го, а, может быть, завтра откроют. Понятно. Я тоже это не понимаю, потому что там написано, уважаемый клиент, написано там, уважаемый директора, что в уровне и выше. Уважаемый клиент, я думаю, что тоже для каждой, может, каждый клиент может сделать этот вывод. Это я слышал сегодня, что, от что в уровне слышал директора. Не знаю, они сами. Добрый день. Я вот точно знаю, что уже с зеленых кабинетов переводят на трасс валят БВСД. Вот такая вот информация у меня есть. Уже есть люди, которые уже вот это вот... Сделали этот этап прошли. Угу, спасибо. Так, а с этими БВСД, что люди могут сделать дальше? Пока я еще не знаю, я так понимаю, что вот эти БВСД, то есть там нужно будет опять уплатить комиссию в ЮСДТ, то есть заплатить. После этого эти БВСД попадают в кабинет ЮТЛ, а там вроде бы сейчас, как БВСД эти торгуются, ну там разные как бы цены на него. Ну что-то там уже где-то как-то продают. Сам я, конечно, этого не делал, просто вот знаю, что так есть пока. Угу. Спасибо, что сказали. Потому что я забыл, что я демонстрирую не экран, а именно... Да. Еще раз. То есть есть сайт под названием Debit Times. Вот адрес такой-то, я ссылку выложу в нашем чате. БВСД, вот он токен, вот адрес контракта, вот он, вот она, общая миссия 895 миллионов. И, как я сказал, то есть на графике не видно никаких колебаний, то есть вообще графика нет, цены нет. То есть вот здесь вот видите, 0, 0, 0, NA. NA это в переводе с английского, not available, то есть недоступные данные. И вот здесь вот приводится список бирж, на которых якобы данный токен залистен. Но в графе Last Price, как видите, прочерки стоят. То есть, а залистен он на минуточку уже 23 января. На дворе у нас получается 12 февраля, то есть уже практически 3 недели прошло вообще-то. Вот. Возможно, это связано с тем, что сейчас проходят тестовые режимы. Вроде бы там пустили туда, ну, как директоров, насколько мне известно. То есть, чтобы они там начали как-то разбираться, что там покупать, продавать. Потому что там до этого приобретались UTL, да, им начислялись какие-то там USDT за покупку этих токенов. Сейчас вроде как вот эти, ну, то, что это вроде как гонорары были. После этого эти USDT были переведены в BVSD. И теперь они вроде как там разбираются в кабинетах, что-то там друг к другу переводят. То есть, тестируют эту всю систему. Там внутри-то вроде как в кабинете, насколько мне известно, какие-то графики есть. Возможно, в связи с этим пока не выложены еще вот сюда вот в этот чат, про который вы сейчас говорили. Возможно, здесь и нет данных, потому что еще проходят тесты какие-то. Понятно. Ну, как бы, с другой стороны, мне не очень понятно получается, если заявлено, что вот здесь графа listing date, data listing, это обозначает, что именно в эту дату данный токен или монета, она уже залистина на бирже. То бишь, в моем понимании, что уже можно торговать. А тут получается, она как бы на бирже-то добавлена, но торговли нет. Ну, хорошо, да, я как бы допускаю, что может быть и в тестовом режиме. Посмотрим. С другой стороны, опять же, я думаю, мы все понимаем, что эта концепция настолько резко отличается от того, что было раньше, к чему люди за 8 лет уже привыкли к счету виста, к этим начислениям ежемесячным, ломбардным займам. А тут настолько все вот отличается, что, конечно, даже директорам приходится разбираться во всей этой кухне. Андрей, добрый день. Добрый день. Ну, все гораздо проще. Все это легко отслеживается на обозревателе блокчейна, на BSCSCAN. И там видно, да, что на 1400 кошельков сделано 2174 перевода. Последний крупный перевод был минуту назад, 108 тысяч BUSD. Скорее всего, какой-то директорный кошелек. Поэтому тут все легко видно, данные прямо в онлайн. Поэтому на том сайте смотрите. Так, что мы здесь видим? Контракт вот такой-то. Мы здесь видим именно транзакции. Последняя была 4 минуты назад. Так, крути, чтобы начало страницы было видно. Наверх? Да, да. И вот здесь, где голубеньким BUSD написано, на него нажми и выйдет страница этого токена. И там будут все транзакции этого токена. Ну вот, еще, ну, почти по центру страницы, да, где написано Token Trigger, да. Вот это? Ну, чуть не, да, вот это, да. Так, вижу. Здесь написано, значит, общее количество 895 миллионов, количество держателей 1395 адресов и совершено 2174 транзакций. Да, и вот, видишь, в последних транзакциях, вон, последняя самая крупная. Так, последняя самая крупная 108 388, да. То есть, есть и мелкие пробные, есть и крупные. Да, вот, 26 минут назад была транзакция на 48 118. Короче, похоже, народ развлекается, гоняет туда-сюда, да? Туда-сюда, а реально выводят на кошельки. То есть, реально уже на полторы тысячи кошельков этих токенов повыводили. Вот, если нажать на вкладку, которая называется Holder, да, там будут именно... Вот, я вижу, да. ...по кошелькам, да. И там будет видно, у кого самые крупные, да. Да, то есть, вот это получается самый крупный держатель, у него 89%? Ну, это с которого уходят, да. Да. А вот ниже, это те, которые, похоже, что директорские кошельки. Получается, что, по сути, два самых крупных кошелька. На одном кошельке сейчас 800 миллионов, и на другом 87 миллионов, там 562. Ну, а на остальных так, поменьше цифр. Нет, первое, два, это те, которые созданы, на котором была общая сумма. Второе, это сделали кошелек вывода, а дальше пошли клиентские уже кошельки. Возможно. Если ты на второй нажмешь, то в нем будут все транзакции, только аут, 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 ну, на вывод. Угу. Давайте посмотрим. Возможно, здесь система похожа на то, что мы видим с USDT в новом проекте. Так. Да, это один к одному, только там называется TronScan, а здесь Scan только другой. Ну, я понимаю, да. Это получение. Есть ChaserScan для эфира, да, такой же есть сканер для XRP, для Talon, ну, это стандартно, да. Так, это получается аналитика, так, трансфер, amount, transfers, допустим. Заходим в раздел транзакции, ну, вот, получается, с этого кошелька, да, то, что ты говоришь, аут, аут. Ну, окей, то есть, да, процесс идет, да. Да, то есть, то, что говорили, каждый день мы по тысячу человек даем, то есть, пока всего 1400 кошельков, то есть, 1400 человек, что вывело. То есть, нет того количества, о котором говорят, каждый день по тысяче, то есть, уже было бы, там, 3-4 тысячи, да, пока вот 1400 человек всего перевело на свои кошельки. Ты понимаешь, какая штука-то? Так ведь никто не спорит. Вот, допустим, давай смотреть. Вот, берем конкретный кошелек. Да, ему пришло 1500 вот этих вот токенов BVSD, вот они у него на кошельке, я так понимаю, сейчас, так, from to, да, то есть, вот адрес его кошелька, то есть, вот они находятся. И, опять-таки, ну, по-нормальному должно быть как, когда токен уже есть на бирже, он торгуется, и человек по рыночной цене идет и продает. То есть, если у вас есть биткоин, вы идете и на бирже ваш биткоин по рыночной текущей цене его продаете, или как-то, как договоритесь. Этого токена нигде не будет, только внутри кабинета, и все. Для того, чтобы он торговался или обменивался на том же панкейте, должен быть создан полу ликвидности на панкейте, где ты должен, с одной стороны, положить, грубо говоря, миллион BVSD, а с другой стороны, столько же USDT, и для начала обмена. А дальше уже люди будут приносить и то, и другое, и пойдет процесс. Но этот пул, он должен быть неснижаемый для любой пары. Ну, так хорошо, ты говоришь, должен быть пул ликвидности. Ну, вот, а мы говорим сейчас, людям перечислили вот эти токены BVSD, и дальше что? Что с ними делать-то? Я тебе это и говорю. Для того, чтобы на панкейте пошел процесс, создатель токена должен сделать пул ликвидности. То есть он туда, кроме, как ты говоришь, залистил BVSD, он туда еще должен USDT положить на панкейт. Создатель токена. То есть создать этот пул. А дальше уже пойдут люди. А если ты туда USDT не положил, ну, пришли люди со всеми BVSD, и че? Пока ты такой пул не создашь, тебе панкейт не запустит процесс, он будет писать. Нет ликвидности. И я так понимаю, если у биржи есть свои условия, и если, например, кто-то не выполняет их условия, его просто оттуда удалят? Ну, будем так говорить, не будет запущен процесс обмена. Да, то есть, ну да, зарегистрировал ты там свой токен, условно говоря, залистил, да. На панкейте это мусорный обменник, на нем скам токенов регистрируются тысячи. Поэтому, ну, зарегистрировал и бог с тобой, да. А если ты не выполнишь второе условие, не создашь пул ликвидности, ну, обмена не будет. Так, для дилетантов поясни, пул ликвидности для чего нужен? Для того, чтобы человек, который зашел на панкейт и видит, что есть обменная пара БВСД и ЮСДТ, чтобы он смог либо купить, либо продать. Либо БВСД свое туда завести и получить обратно ЮСДТ. Либо, наоборот, если у него есть ЮСДТ, и ему захотелось купить БВСД, ну, то есть, чтобы он мог совершить обмен. А не очереди или возможности, что, ну да, типа, ты заявку поставил, жди, приходи раз в неделю или раз в месяц посматривай, обменялась твоя заявка или нет. Так не бывает, так не работает. Ну, смотри, я так вопрос сформулирую. Предположим, ну, есть востребованные монеты, там, биткоин, эфириум и так далее. То есть, я же не думаю, что, ну, что создатели биржи, они требуют от Сатошина кому-то, сделай нам пул ликвидности. Потому что, поскольку биткоин сам является востребованной монетой, да, то есть, как бы, таких вопросов не возникает. То есть, я это к чему? Что, если появился какой-то токен, который востребован, то на него и так должны найтись покупатели? Или я неправильно рассуждаю? Ну, да. Грубо говоря, будет так. Ну, ты залистился, да, допустим, даже создалась пара на Пангейке, БВСД, ЮСДТ, и чё? Появилось там 100 человек со своими БВСД, и говорят, ну, всё, я буду менять. А с кем? Ну, меняй. А пары-то нету, ответного человека с ЮСДТ нету, и всё, и обменов нет. Понятно. Ну, то есть, пул ликвидности нужен, можно сказать, для старта процесса, да, чтобы вот этот процесс обмена наконец-то пошёл. Чтоб твой обмен происходил за несколько секунд, а не за несколько месяцев. А, понятно. используются эти токены на некоторые, на некие кошельки, предположим. То есть, можно сказать, вывод токена работает. Но, именно чтобы можно было эти монеты конвертировать во что-то другое, то есть, они должны начать продаваться на биржах. Потому что, извините, как, можно сказать, как это, слышали эту шутку, да, там, сферический конь в вакууме, да, обычно говорят про некое, некое что-то такое абстрактное. Но абстрактное, но бесполезное. Вот так и здесь. То есть, можно создать свою монету, назвать там её как угодно, там, Василенко Коин или ещё как-нибудь придумать. Вот. Но и даже людям на кошельки её перечислять. Но если нет именно возможности обмена, смысл тогда теряется. Вот как раз получается, как мы сейчас и рассуждаем, что если вот эти транзакции, вот эти операции, что директора получают сейчас на свои кошельки вот эти суммы, а дальше-то что? Ну, получили они на кошельке. Что они с ними делать-то будут? Можно эти деньги как-то потратить, там, продукты себе купить, там, я не знаю, телефон новый себе купить. Я так понимаю, пока нет. Потому что именно, чтобы это происходило, должен начаться обмен этого токена, этой монеты, именно на биржах. А как мы сейчас и обсуждаем, а чтобы это на бирже в процесс пошёл, должен быть пул ликвидности. То есть, на бирже должны быть дополнительно к этим токенам пополнены ещё USDT, чтобы пошёл процесс обмена. 1395 адресов. Так, filtered by token holder. Отфильтрована. Аналитика. Так, инфо. Аналитикс. Пожалуйста, кто этот пул должен пополнять? Ну, я так понимаю, Василенко и компания. Кто? Не инвесторы же? Так, ну вот. Цифры, правда, забавно весьма разные. Вот. Две минуты назад кому-то перевели 15379 токена, а 19 минут назад аж 108388. Кому-то вон 50. Заметьте, в центре написано баланс. Баланс 87 562 000. Это мы с вами смотрим второй, самый крупный кошелёк. Обратите внимание на графу value. Value – это как бы ценность. Ноль. На данный момент ценность всех этих фантиков в размере 87 миллионов пока равна нулю. О чём мы и говорим. То есть, нет, опять же, пока это всё идёт обкатка. То есть, это не значит, что всегда так будет. Может быть, если удастся создать спрос для данного токена, что именно людям будет интересно им пользоваться и его покупать, тогда будет не ноль. Но пока вот так. Я ещё слышал то, что будет происходить какое-то слияние, и вот этих вот БВСД вообще потом не будет. Не знаю, как и что. Было ещё вот такое вот. Ну, это даже и не секрет. Это мы обсуждали в предыдущем видео. Если прокрутить ещё раз, давайте вернёмся к нашему документу вот сюда. Читаем. Стратегия, конечная цель. Обеспечить обратную конвертацию обёрнутого токена UTLTW в UTLT при наступлении. Обеспечение ликвидности 1 к 1 BVSD. Размер фонда обеспечения UTLTW равен 10-15% фонда обеспечения. При наступлении одного из двух условий происходит первое, обратное слияние, как раз, что вы упомянули, UTLTW в единый токен с сохранением всех условий. Работаем дальше в рамках единой концепции эмиссии 10 миллионов UTLT. Второе, конвертируем все BVSD в USDT один к одному. Отказываемся от коина в BVSD. Вот такой вот гениальный план. Осталось только посмотреть, что из всего этого получится. А если не сработает ни первый, ни второй план? Тогда придётся, это говорит, план А, план Б, а это придётся сочинять план В. А может быть, кто-то знает, кому-то директора говорили, вот, чтобы какая-то монета была, допустим, была её ценность, чтобы её покупали, обмены там происходили на бирже. Она же должна иметь какое-то под собой основание. Ну, для людей, в чём польза нашей монеты будет вообще сторонних людей, не связанных с LFISGUT или с чем-то прочим? Ну, вопрос хороший. Я согласен, что как раз, почему какие-то из 20 тысяч криптовалют какие-то занимают топовые позиции на CoinMarketCap и постоянно востребованы, а некоторые, как говорится, ну, никому особо не нужны, там и курс падает ниже плинтуса. Согласен, что именно за востребованной монетой, чтобы она была востребована, должна стоять какое-то технологическое преимущество или достижение, да. Но здесь, опять же, как я понимаю, в Life is Good есть немалая комьюнити. То есть, как мы часто обсуждаем, чтобы какая-то монета именно была востребована, ей пользовались. То есть, об этом должно знать много людей об этой монете и пользовались. То есть, в принципе, здесь получается, допустим, если мы с вами вот соберемся, 50 человек, 100 человек и скажем, а давайте свою монету сделаем. Сделать-то мы можем, да, но проблема-то как раз в том, чтобы нашей монетой начали пользоваться. Вот. И получается, что за 8 лет существования Life is Good сформировалось много людей. Именно большая команда, ну, утверждается, что было открыто 450 тысяч счетов ВИСТа. Вот. И получается, многие из владельцев счетов ВИСТа вынуждены сейчас совершать вот эти вот операции. Может быть, ну, многим и не нравится эта вся процедура, потому что не до конца понятно, что все это значит и во что это все выльется, да. Но, тем не менее, люди, естественно, заинтересованы вытащить свои деньги, то, что осталось, да. Вот. И поэтому, ну, получается, сильная сторона здесь именно большое сформированное комьюнити. Другое дело, конечно, что за, если бы Роман Василенко, например, объявил о создании своей монеты там или своего токена до всех этих событий, допустим, там, осенью 21 года, когда все работало, ну, так, относительно все. Ну, в целом, да, сайты, по крайней мере, работали, и в целом народ был на позитиве. То, конечно, наверное, большая часть восприняла бы это все позитивно, как, можно сказать, как новый шаг в развитии компании. А вот, когда, извините, все накрывается так резко медным тазом, и на всех сайтах висит предупреждающая надпись, вы там попали в пирамиду, пишите заявление в полицию, сам Василенко в розыске вместе с женой, там, счета кооператива арестованы и так далее, и так далее. То есть, короче, за последний год накопилось очень много всякого негатива, и, как бы, да, тут возникают вопросы, ну, из тех сотен тысяч людей, которые относились к проектам Василенко лояльно, много ли людей осталось, которые еще на позитиве, да? Потому что, естественно, ну, многие, многие уже не верят ни во что, многие просто, ну, хотят, там, вернуть свои деньги, не верят никаким обещаниям, а многие уже и заявления в полицию накатали. Ну, я думаю, что тут не то, что многие процентов, наверное, в 80-90-х просто хотят вернуть деньги. Но на каком основании будет расти эта монета, так сказать, даже она будет там в трасс валить, или какие они там будут еще вот эти вот телодвижения придумывать, просто, как бы, любая монета, там, не знаю, взять на бирже, там, топ-100, она что-то за собой несет, какую-то пользу технологическую, чтобы крупные инвестора туда заходили, крупные компании там деньги держали. Ну, а тут-то что? Вот это, мне кажется, даже сейчас вот дураку понятно, а ребенку даже вот, который вот, подростку, в чем смысл? Я не знаю, вот, честно говоря, для меня это такой маразм, я понять не могу этого. Ну, скажем так, опять же, мы не один раз обсуждали на наших созвонах, если помните, к нам на созвоны заходил Андрей Крындушкин, старый приятель Романа Василенко, да. По словам Крындушкина, денег на самом-то деле, ну, практически нет. И как расплатиться с людьми, когда у тебя денег нет? Ну, вот один из вариантов нарисовать, создать некий токен, расплатиться токенами, а потом сказать, что мы обязательно будем работать над тем, чтобы цена на этот токен выросла и все круто заработали. А вот удастся ли в реальности это все раскрутить и поднять? Это большой вопрос, потому что, естественно, как, допустим, почему я скептически отношусь ко всяким токенам, которые раскручивают сетевики? Да потому что на моей памяти было уже много именно проектов, где создавали сетевую компанию именно с сетевым маркетингом. Говорили, вот, у нас там сейчас новая монета, новый токен, мы сейчас как возьмемся, да как раскрутим? Напомнить вам про проект OneCoin, создатель которого Ружа Игнатова, сейчас он на сайте ФБР в списке самых разыскиваемых преступников, да? Ну, OneCoin вообще особняком стоит, потому что, по сути, там и криптовалюты-то не было. То есть, все, что Ружа Игнатова говорила, что якобы у нас свой блокчейн, что мы прошли аудит, это все оказалось враньем, как показало расследование. Вот, напомню, еще была монета FirstCoin, FargoCoin, ZilberCoin, Edinar был такой. И, по сути, все эти монеты, то есть, качали сетевики, какое-то время был рост, да, там были иксы, кто-то успевал даже заработать, а потом рано или поздно курс обваливался и все. И я, ну, с вами согласен, чтобы именно курс монеты устойчиво как-то, ну, не то чтобы хотя бы рос, а был устойчивым, действительно, должна стоять какая-то технологическая, ну, база за ней. Потому что мне один знакомый трейдер, он так и сказал, когда мы с ним вот рассуждали на эту тему, почему ни одна монета, которую продвигают сетевики, почему ни одна не выстрелила именно в долгосрочной перспективе, чтобы вот занять там топовые позиции. Он говорит, все там монеты, которые входят в первую десятку, они, ну, не являются сетевыми монетами, то бишь, никакие сетевики их не создавали. Их создавали обычные нормальные айтишники типа Виталика Бутерина, который именно создал эфир с блокчейном эфира. И на базе эфира, как мы знаем, огромное количество и токенов, и проектов появилось. И в результате, да, он стал там монетой номер два, скажем так, на рынке криптовалют. Ну, вот я о чем и говорю. Для кого вот это вот вся, вот этот вот шлейф непонятных слов, непонятных букв, непонятных телодвижений, я понять не могу. Для кого? Ну, Светлана, да, Светлана, ну, еще раз. Это попытка. Давайте я объясню. Да, давайте. Светлана, это все сделано специально для вас, чтобы вас опять обмануть. Ну, я это понимаю, вот логически. Вы сейчас хотите принести новые деньги, чтобы забрать старые. Это то же самое вы в банке разместили деньги свои под депозит, и чтобы вам их с собой забрать, вы опять несете новые деньги, чтобы забрать старые. Ну, это же смешно. Ну, да. И это очевидно. И это очевидно. А, соответственно, как надо вас обмануть? Надо запутать. Это как игра в наперске. Кручу-верчу, хочу обмануть. Ну, вот, я это тоже четко понимаю, что это так и есть, потому что, ну, люди переведут сейчас туда, ну, дальше, что действительно, как бы, и можно всегда кормить. Пока вот вырастет курс, сидите, ждите, а потом сказать, ну, все, мы же вам, вот, вот они есть, вот ждите, и можно ждать там десятилетиями. И все, люди остались. С этим можно уже попрощаться и забыть. Я вам так скажу. Ну, я про это же. Просто какие-то... Там есть внутренние обменники, там по 20-30 рублей сдают. Вот если вам не жалко, сдайте, и забудьте, перекреститесь, и идите дальше вперед из песни. Потому что вы сейчас в новую. Получается, по сути, вы еще не вылезли со старой пирамиды, вылезаете в новую пирамиду. Вот, получается так. Вот, вот, в том-то и дело. И сейчас еще делают так, чтобы народ не мог вот это вот разгрызти. Быстрее давайте, времени мало, быстрее, быстрее. Вот это вот, чтобы люди не успели очухаться, как бы, под какими-то надеждами. Я же это вот тоже четко понимаю. Но правильно, значит, говорят, что пока курс маленький, маленький, давайте, так, курс будет тысяча. А с другой стороны, если мы сравним эту монету UTOT, да, что такое UTOT и монеты BNB. Вы наверняка знаете, да, монета биржи Бинанс. Да. Монета биржи Бинанс стоит 300 долларов. Ну, 300 USDT. И неизвестная монета UTOT, которая стоит 400 USDT. Вам ни о чем не говорит. Да это полная лажера какая-то. Да, да, да. Вот вы просто даже элементарные два факта сравните, и уже будет все понятно. Ну, вот. Василенко захотел курс, нарисовался тебе 400 долларов. И эмиссия у него в 10 миллионов. Эта эмиссия, при которой они курсы продают, на тот момент, я когда рассчитывал, это было 14 лет. Они только должны свою эмиссию распродать. Но при всем, при всем, что сейчас происходит, уже это, наверное, в 114 лет превратится. Ну, вот правильно, вы говорите, как человек в здравом уме. Тут даже не надо каким-то обладать, не знаю, суперспособностями, чтобы это, блин, четко понимать, откуда. Даже сейчас, на фоне вот этого 22-го года, что творится вообще в криптомире, даже тут же вот посмотреть на топ монеты, что с ними происходило, как их качало. А про какое-то там обещание, какие-то, что там вырастет, о чем вообще говорить? Это вообще полный бред. Все трейдеры не знают, что дальше будет, а они там какие-то, про какие-то что-то там рассуждают. Ну, не знаю, просто смешно. Ну, смотрите, еще раз, просто я понимаю, что кто-то подключился в начале нашего созвона, кто-то подключился только недавно. Еще раз, вот у нас в чате Сергей, участник нашего чата, он выкладывал конкретно свои расчеты. И не просто расчеты, а то, что он конкретно сделал. Вот, еще раз, значит, коллеги микрофон выключайте, пожалуйста, кто не говорил. Еще раз, он взял в мае, то есть это май 22 года, в новом их проекте, имеется в виду проект Unite to Live. Взял 5025 долларов, перевел в USDT, короче, зашел новый проект Романа Василенко, прокрутил и, как вот он здесь вывел, ждал 7 месяцев. То есть это не сразу все, ждал 7 месяцев и, получается, и вывел 6071. То есть, ну, фактически заработал 1046, 21% чистой прибыли. То есть, конечно, можно говорить, да это все чушь, там Василенко всех кинул и кинет еще раз и так далее, а человек просто взял и успел прокрутить. И все. То есть, как бы, ну, почему он так сделал? Ну, потому что он трейдер, да, он готов к рискам. То есть, когда он говорит, я взял, у него на Гермесе на счете Виста было 10 тысяч, больше 10 тысяч, как он сам написал. То есть, а он рискнул еще пятью тысячами. Ну, вот, рискнул и успел вывести и заработать. То есть, несмотря на то, что огромное количество людей скажет, да, там, сумасшедший какой-то. То есть, тебя кинули один раз, ты в очередной проект Василенко снова вкладываешь деньги. Ну, вот он рискнул и успел вывести. Ну, вот так. Такая, а что вы хотите сказать, что в мире криптовалют по-другому, что ли? Я вам только что привел пример. Кто-то покупал биткоин за 50-60 тысяч, а он сейчас стоит 20. То есть, те люди, кто брали за 50-60, они сейчас в минусе. И когда биткоин вернется там на старый курс 50-60, никто не знает. Так, вопрос в том, что когда люди заходили там в Гермес Лайфрис год, не было речи о криптовалютах. А сейчас резко все перевелось в криптовалюты. Можно от криптовалюты долго рассуждать. Это отдельная тема. Видите, в чем разница? Разница в том, что люди раньше на Гермес наличка несли, им можно было в суд обратиться. А сейчас ты переводишь ЕСДТ. И кому ты ее переводишь, непонятно. Ну, по суду не докажешь, собственно говоря. Они сейчас себя мошенники обезопасивают, все правильно делают. Ну, вроде как я слышал, что был принят закон о цифровых активах. То есть, насколько я понимаю, сейчас, если до принятия этого закона фантик, действительно, криптовалюта, принадлежащая вам, была фантиками, то сейчас это приравнивается все-таки к имуществу. Андрей, ну, во-первых, он еще не принят этот закон, его все знают уже несколько раз, да, откладывают. Во-вторых, да, с чем будешь в правоохранительные органы обращаться? Что ты за свои рубли купил ЕСДТ, кому-то их перевел, получил другие токены, тебя в чем обманули? Тебе сказали, что за 400 твоих ЕСДТ тебе дадут один ЕСДТ. Тебе что дали? То есть, какой, ты с чем пойдешь в правоохранительные органы? Дело в том, что тут ты уже на рынке, тут уже идти не с чем в правоохранительные органы. Тут еще, видишь, какой нюанс на примере Сергея? Первоначальный проект, первоначальный токен ЮТЛТ, он завел нормальные деньги и вывел нормальные деньги, потому что там ликвидность в ЕСДТ, в нормальных деньгах. А здесь сейчас для обернутого токена зайдет 100 миллионов или 200 миллионов вот этих БВСД. Да, ты получишь, тебе покажут доход, и доход тебе дадут в БВСД, и дальше ты захочешь превратить в ЕСДТ. Оттуда ликвидность возьмется? Так, вот смотрите, буквально в нашем чате только что пишут, ну за последний час, да, и зад пишет. У меня получилось вывести с зеленого кабинета на кабинет токен. Так, комиссия 2,5%, чтобы вывести на синий кабинет. Надо платить BNB, а BNB надо конвертировать в ЕСДТ. Ну да, так во всех конструкциях и послали. То есть, еще раз, получается, из зеленого кабинета, то есть Гермес Рекаври, человек может перевести вот эти БВСД именно в новый кабинет, в синий кабинет, да? Правильно я понимаю? Сначала тебе на кошелек, а потом с кошелька уже в синий кабинет. Но я так понимаю, сейчас еще многие говорят, что нет в синим кабинете адреса для перевода туда БВСД. То есть, коортистируют и дадут этот адрес. Руслан пишет. Интересно, с концепцией администрации мы должны верить, что ВСТ ликвидные доллары и евро, а цена сейчас на псевдобиржи, на БВСД уже дороже, чем 3 USDT. Так, с какой стати они нам меняют себе в убыток один к одному? Ирина пишет. С утра на их псевдобиржи стоил 5 USDT, так что этот курс не переживайте, откорректирует. Он сегодня поменялся пару раз. И мы как раз обсуждали, что вот вчера курс доходил до 11, даже больше. С правой стороны это совершенные сделки. Посмотри, в каких количествах они совершали. 1,92, 2, 0, 0, 0, 7, да. Нет, это понятно, что это в формате теста. Тут народ экспериментировал. Хотя вот заметь, вот это видишь, ордер выставлен. 76 токенов, вернее, да, это количество токенов 76 на 761. Выставить ты можешь здесь хоть миллион. А по факту вот справа что совершилось? Надо, чтобы нашелся второй человек, который с твоим ордером согласился, и сделка прошла. Да. Пошли вон какие справа. Так, выглядит сейчас вот так. Текущая цена 2.34 USDT. Ну, в общем, вот так как-то, ребята. Короче, ну, резюме такое. Давайте подведем резюме. То есть, еще раз, получается, что вот, что мы с вами видим. Что, вернемся еще раз вот к этой странице. Что перечисления на кошельки некие действительно происходят достаточно регулярно. То есть, вроде бы как это все в режиме теста. И якобы, что токен BBSD уже залистен на различных биржах. Но, как мы с вами посмотрели, вот я вам тоже показывал. На балансе, например, данного кошелька 87 миллионов монет. Вот они, да. Но value, value равно нулю. То есть, на данный момент пока непонятна рыночная цена. Да, то есть, здесь вот цена, в графе цена по нулям. Здесь по нулям. Ну, вот. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Как это все будет развиваться. Оно может развиваться только тем, что будут привлекать консультантов, пытаться их замотивировать привлечением новых людей. То есть, обработкой. Вот и все. Только так это будет развиваться. Больше это никак не будет развиваться. И кто будет получать свои бонусы от привлечения людей, те будут рвать и метать. А те, кто были инвесторами и те, у кого света, они как бы просто будут ждать и не будут ничего делать. Не будут ждать у моря погоды. Ну, смотрите. То есть, хорошо. Если предположить, что энное количество консультантов согласится, замотивируется, как вы говорите, участвовать в раскрутке. И за счет этого курс поднимется. Ну, так владельцы циферок, я думаю, никто не будет против. Еще раз, да, даже Андрей Крындушкин. Вспомните его пояснение, как он картину видит, что у Романа Василенко денег нет, но есть талант именно раскручивать проект. То есть, он умеет красиво рассказывать, формировать команду. И он эти навыки может, если получилось один раз, почему не повторить второй? Ну, вот. Ну, я думаю, что не в нынешнем его положении это делать. Вот я так думаю. Ну, так, а какие варианты? Еще раз, если, смотрите, уже много раз мы тут рассуждали на созвонах. В принципе, еще раз, Роман Василенко за границей. То есть, если он в Россию не вернется, ему, в принципе, за границей, я не думаю, что что-то грозит. Потому что сейчас идет война. Некоторые надеются, что вот там его за границей Интерпол или правоохранительные органы достанут. Сейчас идет противостояние с Западом. И Запад сейчас, там, если даже российская полиция или правоохранительные органы обратятся там в Интерпол или куда-то за границей, что вот у нас тут мошенник сбежал с деньгами, то я не думаю, что правоохранительные органы, именно западные, будут как-то в этом плане там напрягаться. Они, может быть, даже и скажут, это и хорошо, что вот так произошло, что деньги из России выведены. Вот. И поэтому, ну, получается, один вариант не делать для него. Не делать ничего, все оставить как есть. Либо, как Андрей Крындушкин не один раз говорил, что нет, Роман ответственный человек, он будет стараться все-таки с людьми рассчитаться. А как рассчитаться, если у тебя денег нет? Ну, вот. Применением разных вот этих вот ухищрений в виде токенов. А вот можно посмотреть вот этот вот, где вы все смотрите, за листингом токен BVT, а UTL нет? Какой формат пришло? Ну, здесь, я думаю, на БССК не бесполезно смотреть, потому что UTL токен, он сделан не на блокчейне Binance. На каком тогда его смотреть? На блокчейне? UTL с буквой W обернутый. Он на этом блокчейне есть. Ну и что, они, да, миллион токенов, все находятся у создателя, на кошельке создателя. Ну и что ты там, ни одной транзакции нет. UTLTW, сейчас я большую включу, UTLTW, нет, с W не нашел. Адрес контроля поставлены. UTL? UTLTW, нет, с W не нашел.